МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите выпуски. Награды тем, кто вкладывает частицу себя в сердца и души своих воспитанников. В Биробиджане прошла торжественная церемония закрытия года педагога и наставника. Место встреч и досуга от Центра общения старшего поколения открыли в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования. Благодарность от муниципалитета биробиджанские волонтеры стали обладателями ежегодной премии главы города. Наша Родина, Россия, конкурс на лучший патриотический уголок среди дошкольных групп прошел в детском саду номер 15 Биробиджана. Одна из самых важных и неоценимых профессий, которая касается жизни каждого. В Биробиджанской областной филармонии прошла торжественная церемония закрытия года педагога и наставника. Таковым 2023 год был объявлен указом президента Владимира Путина. Главная миссия года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе и выполняющих наставническую деятельность. В течение всего года в ЯО прошел целый ряд мероприятий. Открытые уроки, совещания, конференции, конкурсы профессионального мастерства и многое другое. Все для того, чтобы повысить престиж профессии учителя. В концертном зале областной филармонии собрались лучшие представители педагогического сообщества еврейской автономии. От имени губернатора Ростислава Гольштейна к ним обратился заместитель председателя правительства ЯО Илья Семенов. Безусловно, я бы хотел отметить, что школа – это не только стены, не только спортзалы. Это в первую очередь те педагоги, которые отдают себя, частицу своего сердца для своих учеников и видят, как меняется мир благодаря тем усилиям, тем знаниям, которые были вложены в сердца и в души ваших воспитанников. Достижения лучших представителей профессии были отмечены благодарностями главы региона. Среди награжденных – педагоги и наставники школ и образовательных организаций Биробиджана и районов еврейской автономии. В этот день благодарности за многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание подрастающего поколения звучали и от представителей законодательной власти ЯО. В этот день, конечно, от чистого сердца хотелось пожелать вам успехов. Успех, на мой взгляд, для педагога – это то максимальное количество людей, которым удалось привить любовь и навыки в определенном направлении, в определенной области. И эти люди с благодарностью вас вспомнят. Вот именно такого успеха я вам всем желаю. За высокие достижения в педагогической и общественной деятельности около 20 представителям этой благородной профессии были вручены благодарности законодательного собрания ЯО. Объявление 2023 года в честь одной из самых важных и неоценимых профессиональных сфер деятельности – это государственная инициатива, которая дала возможность реализовать на территории нашей области немало новых интересных проектов, в центре внимания которых были, конечно же, педагоги и наставники. Никита Натапов, Денис Листюхин, Новости 21. Центр общения старшего поколения открылся на базе областного отделения фонда пенсионного и социального страхования. Главная цель – объединить вместе активных представителей старшего поколения, дать им возможность проводить время с пользой. Для посетителей уже подготовили насыщенную программу. Их ожидают курсы компьютерной и финансовой грамотности, а также другие образовательные мероприятия. Досуг они проведут за активными играми, рукоделием и другим любимым хобби. Так, сразу же после открытия центра, первых его участников пригласили на мастер-класс по изготовлению новогодних украшений. Замечательная инициатива. Насколько мне известно, такие отделения открываются по всей России. Дошла очередь и до Иврейской автономной области. Это еще одно место, где граждане старшего поколения могут активно провести свой досуг. Это и песни, и творчество иного рода, это и спорт, и банальное общение, которого, возможно, им и не хватает на сегодняшний день. Проект по созданию таких центров запустили в фонде соцстрахования с прошлого года. На данный момент в России их создано уже 250. В Еврейской автономной области он пока первый. Мы обслуживаем на сегодня людей не только старшего поколения, практически всех возрастов. Но особая, конечно, категория – это люди старшего поколения, которые, приходя за услугой фонда, им важно еще и пообщаться. Двери центра старшего поколения открыты для всех желающих. Посещать его можно каждую среду и четверг с 9.00 до часу дня. Андрей Кирюшин, Кирилл Богаченко, Новости 21. Благодарственные письма градоначальника за вклад в развитие волонтерства на территории Биробиджана торжественно вручили активистам города по итогам 2023 года. Максим Анатольевич лично отметил номинанта в зале заседания органов местного самоуправления областного центра. В будущем, с учетом у нас кадровых изменений, мы волонтерские организации, движения будем только увеличивать, наращивать. Сейчас и РДДН, мы также взаимодействуем. И государственная политика в сфере молодежи, она с каждым годом увеличивается поддержкой. Поэтому я надеюсь, что в следующий раз мы будем встречаться уже не в стенах мэри, потому что мы просто не сможем всех местить. Работу волонтеров замечали многие жители Биробиджана. Молодые люди организуют и участвуют в массовых субботниках, проводят спортивные и культурно-массовые городские события. Помогают в приютах для бездомных животных, навещают пожилых горожан. Отдельно председатель городской думы Антон Болтов вручил благодарственные письма волонтерам молодой гвардии, которые собирают посылки для бойцов спецоперации и гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий. Оказывают адресную поддержку семьям военных. Нравится тем, что люди сказываются о нас хорошо, говорят нам спасибо, и благодаря этому мы понимаем, зачем мы занимаемся волонтерской деятельностью. Хочу выделить как раз-таки тоже помощь семьям СВО за то, что они нас поддерживают во всем этом плане. Благодарят нас очень сильно, говорят, что без нас бы они не справились. Нам это очень помогает в продвижении нашей деятельности. Екатерина Кувалдина, Богдан Патрин. Новости 21. Патриотические уголки вместе с преподавателями оформили в своих группах дети детского сада номер 15. Оформление в группе тематического места позволило привлечь внимание малышей к изучению своей страны. Воспитание духовно-нравственной личности является приоритетной задачей для дошкольных образовательных учреждений, поэтому уже в течение 8 лет детский сад принимает участие в программе «Добрый мир». Одной из годовых задач мы поставили задачу по нравственно-патриотическому воспитанию детей. Эта тема сейчас очень актуальна. И реализуя вот эти годовые задачи, мы в этом году решили провести конкурс на лучший уголок нравственно-патриотического воспитания. В конкурсе приняли участие все группы и даже родители не остались в стороне, помогли своим малышам и воспитателям в реализации их задумки. Фантазии авторов ограничивались только заданными темами. Наша Родина Россия, я гражданин России, знакомство с русской народной культурой. Лучшие работы в группах руководства учреждения отметила ценными подарками. Софья Геннатулина, Денис Листюхин, Новости 21. Редактор субтитров А.Семкин